Всего две недели осталось до завершения учебного года 2018-2019, а вместе с тем и до начала вступительной кампании. В этом году в регионе школу заканчивают 8241 классников. Перед выбором дальнейшего пути стоят также свыше 13 тысяч девяти классников. Как школьники готовятся к вступлению в новую жизнь и смене статуса на абитуриента, расскажет Евгения Кухаронок. 30 мая в стране прозвучат последние звонки. Многие школьники отправятся на каникулы, но только не выпускники. Буквально на следующий день эти ребята обретут новый статус абитуриент. Те, кто заканчивает 9 класса, имеют возможность поступить в гимназии, лицеи, гомельское кадетское училище и среднее специальное учебное заведение региона. Для этого необходимо пройти вступительное испытание или сдать экзамены. Все зависит от выбранного учреждения образования. Можно также продолжить учебу на третьей ступени обучения в родных школах и гимназиях. Интересно отметить, что сегодня и у 11-классников возрос спрос на рабочие специальности. Выбор в пользу колледжей уже не редкость. Однако все-таки подавляющее большинство пытается поступить в вузы. С детства самого уверена, что я буду врачом. Это наше, так сказать, семейное дело. У меня родители, бабушки, дедушки, все врачи. И как-то, когда мы выбирали школу, мы были практически уверены, что мы пойдем в 21-ю, потому что здесь есть химико-биологический профиль, медицинская практика. И я целенаправленно шла к этой профессии. Сейчас самая горячая пора подготовки к централизованному тестированию. Выпускники с головой окунаются в учебу, однако утверждают, что делают это с удовольствием. Понимают, как цены знания, особенно на пути к мечте. Подготовка к ЦТ идет очень уверенно. Вот, конечно же, многие выбирают репетиторов, но я занимаюсь без репетиторов, как-то стараюсь все втянуть сам. Учусь, учусь, учусь. Книжки и учителя. Я буду железнодорожником, буду водить поезда. Последние два месяца до экзаменов у меня все свободное время расписано. Это уроки, занятия с репетиторами, дополнительные занятия в школе. Также не забывать про физическую подготовку, ходить в зал, потому что также нужно будет сдавать нормативы. Буду поступать в Могилевский институт Министерства внутренних дел. Вот такие они целеустремленные сегодняшние школьники, завтрашние абитуриенты, а там и до студенчества рукой подать. Все станет ясно после централизованного тестирования. А вот поступление в учебное заведение выпускников детских садов будет осуществляться без всяких испытаний. Будущих первоклашек ждут в школах и гимназиях по месту жительства. Правила приема сегодня очень простые. Там, где учащийся живет, он закреплен за школой, за гимназией. И в соответствии с порядком поступления в общеобразовательное учреждение подают заявление в июне месяце, с 12 июня родители по месту жительства. Если в гимназиях, закрепленных за микрорайонами, есть свободные места, то на эти свободные места могут рассчитывать и другие жители других микрорайонов в порядке очередности поданных заявлений. Никаких вступительных испытаний, никаких тестов, экзаменов, проверок в первые классы не будет и не должно быть. Планируется, что первоклассниками в этом году станет около 17 тысяч детей. В Главное управление образования Гомельского облсполкома также часто поступают звонки от обеспокоенных родителей четвероклассников. Вопросы касаются правил зачисления детей в пятый класс гимназии. Даже несмотря на то, что ребенок, который поступал ранее, не относится к микрорайону, но учится в четвертом классе гимназии, он будет со своим классом переходить в пятый класс без всяких вступительных испытаний. Иногда родители задают вопрос, а что за контрольные работы пишут? Это обычные контрольные работы, которые пишутся по итогам учебного года, проверяются качества знаний за год. И это никак не связано с зачислением учащихся в гимназии четвертых классов в пятый класс. Вступительная кампания на самом деле непростой период, волнительный как для детей, так и для родителей. К нему достаточно долго готовиться, однако наступает момент, когда нужна лишь поддержка и вера в успех. Стоит прислушаться, может сейчас именно то самое время. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко, Новости недели.